Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, мы продолжаем следить за развитием трендовой динамики, которая характерна сейчас для большинства финансовых инструментов и практически для всех сегментов финансовых рынков. Те рекомендации, сделки, которые мы взяли за основу нашего инвестиционного портфеля уже приносит солидный профит. Но я думаю, что еще не предел, потому что по многим инструментам мы очень близки к нашему профитному ориентированию, пока его не добили. Полагаю, что это вопрос самых ближайших торговых сессий. Поскольку сегодня четверг, изначально в рамках этой недели мы понимали, что ключевые отчеты поедут как раз на конец недели. Сегодня, друзья, в 12.30 по GMT будем анализировать годовые данные по ВВП США. Также в это же время будут данные по заявкам на пособие по безработице, индекс расходов на личное потребление и приятным дополнением бонусом дня станет выступление главы американского регулятора Джерома Пауэлла в 20.00 по GMT. Соответственно, эти события точно станут источником повышенной волатильности американского доллара. И я полагаю, что индекс доллара сможет обновить новые локальные магазины. Кто-то скажет, что ожидать дальнейший рост индекса доллара – это уже самая настоящая жадность, потому что индекс американской валюты растет уже 11 недель подряд. Я с вами абсолютно согласен. Коррекция давно уже назрела, но когда она разовьется, это вопрос большого времени. Может быть, мы сейчас работаем с каким-то историческим трендом, который какое-то время еще продолжится. Я думаю, что пока мы можем ориентироваться касательно индекса доллара на тестирование следующего сопротивления 106.50. Если что-то изменится, настроения поменяются и индекс перейдет к коррекции, тогда будем уже действовать по обстановке. Касательно того, что происходит с долларом. Уже много раз мы говорили о важном таком наследии итогов заседания американского регулятора. Сейчас, конечно же, все пытаются получить больше подробностей касательно будущих действий американского регулятора и ищут ответы в отдельных заявлениях представителей ФРС. Хочется отдельно отметить комментарий главы ФРБ Кашкари, который раньше придерживался голубиной риторики, то есть выступал за то, что нужно уже завершать ужесточение политики и постепенно переходить к снижению процентной ставки. Так вот, он полностью изменил свою точку зрения, и сейчас от Кашкари мы получаем следующего рода комментарий, что раз экономика справилась с последним ужесточением монетарной политики и в целом все нормально, то ничего не стоит, опять же, ей пережить еще одно или, может быть, даже несколько повышений ключевой процентной ставки. Другой представитель ФРС Гулсби также делает акцент на то, что инфляция для американской экономики на текущем этапе представляет куда большую проблему, чем, может быть, чрезмерное ужесточение монетарной политики. Если говорить конкретно, ну, по факту, что у нас есть, все больше членов американского регулятора поддерживают идею дальнейшего ужесточения монетарной политики. Вот с этим нам придется пока что жить, ждать ноябрь и, соответственно, ориентироваться на возможности еще одного повышения ставки. Тема, связанная с государственным бюджетом, все еще актуальна. Компромисса между демократами и республиканцами по-прежнему нет. Байден и Маккарти вроде бы как ранее договорились, но есть еще основания для того, чтобы говорить о серьезном отсутствии прогресса в переговорах. То есть утверждение или принятие государственного бюджета еще не произошло. Причем дедлайн уже близок к началу нового месяца. Это, соответственно, означает то, что может быть приостановлена работа правительства со всеми вытекающими последствиями в виде сокращения госслужащих и отмены выплаты государственных посудий. И, конечно же, индекс доллара на этом фоне пользуется поддержкой как защитный актив. Заказан товар релительного пользования, которые вышли накануне. Хороший отчет, рост на 0,2%, в то время как эксперты прогнозировали снижение на 0,5%. Поэтому сейчас нет ровного счета ни одного негативного момента, из-за которого можно было бы сказать, что все довольно с укреплением курса американского доллара. Золото 1874 доллара за тройскую лунцию. Напомню, что наша цель 1870. Мы буквально несколько долларов не достали до целевого ориентира. Я думаю, что надо дать еще один шанс золоту сегодня-завтра, чтобы данная цель была протестирована. Там уже можно будет фиксироваться. Хотя профит уже солидный на текущем уровне. Может быть, для тех из вас, кто не любит рисковать, уже пора фиксировать профит. Потому что, знаете, друзья, если мы не достигнем отметки 1870 и каким-то непонятным в текущем фундаментальном фоне золото развернется и сделка уже будет приносить минус, это будет только ваша вина. Поэтому принимайте решение, стоит ли фиксировать сейчас, либо рисковать и ждать уже больше прибыли. Риск благородное дело. Пока что сантимент и индекс, точнее, доходность американских облигаций, все за то, чтобы золото дальше снижалось. Рынок нефти почти 95 долларов за баррель. Данные по запасам указали на снижение запасов нефти США на прошлой неделе на 2,17 миллионов баррелей. Соответственно, ждем еще и дефицит. Вспоминаем весь фундамент, который ранее отправил котировки в район 95 долларов за баррель. Доллар-иена 149,40. Наша цель 150. Хай был 149,70. Протоколы Банка Японии показали, что голосующие члены Банка Японии, в целом японские регуляторы, пока что придерживаются политики того, что стимулирующие меры нужно сохранить без каких-либо изменений. То есть вопрос о повышении процентной ставки пока даже не обсуждается. Причем разные представители, опять же, представители Банка Японии придерживаются идеи и позиции, что к вопросу ужесточения монетарной политики можно будет вернуться не раньше первого квартала следующего года. Поэтому единственное, что может повлиять на пару доллар-иена, это валютный интервенция. Пока мы их не ждем, ожидаем движение пары в районе 150. Евро против доллара 1,05-0,3. Минимум был ниже этой отметки. 0,5 как раз это тот рубеж, который изначально был нашей целью. Я предлагаю уже фиксироваться. Друзья, многие, практически все, ведущие экономические институты Германии существенно понизили прогноз роста немецкой экономики, если вообще можно сказать, использовать слово рост. Нет, экономика уже точно будет в рецессии. Ждем серьезный спад, но цифры постоянно меняются. Если раньше вспоминать оценку, если Международного валютного фонда спад мог составить 0,2%, то сейчас все склоняются к тому, что снижение будет примерно в диапазоне 0,6-0,8%. Очень болезненный показатель для ведущей экономики ЕС. Еще раз, друзья, цель по евро-доллару достигнута. Я предлагаю убрать пока что этот инструмент из нашего портфеля и сфокусироваться, например, на британской валюте 1,21-34. Текущие котировки. Завтра данные по ВВП. Тоже жду негативный сюрприз и потенциальное снижение экономики в домовыражения с 0,4% до 0,2%. Поэтому цель по паре фунт-доллар метка 1,20. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!